В 1812 году Россия воевала не только с Наполеоном. Накануне вторжения был подписан мир с Турцией и шли бои с Персией. Еще Петр I видел Россию мостом между Азией и Европой. Для этого требовалось обезопасить южные земли, закрепиться на Черном и Каспийском морях. Войны эпохи Екатерины II серьезно ослабили Османскую империю. Этим воспользовался Наполеон, затевая неудачный египетский поход, но подтолкнул Турцию к кратковременному союзу с недавним врагом. Усилившись на Балканах, он планировал антирусскую коалицию с Турцией и Персией. Его офицеры обучали Османскую армию, а дипломаты подогревали реваншизм Стамбула. В Закавказье генерал Котлеровский сражался с персидской армией Аббас Мерзы. Персию поддерживала Англия, оказывала военную и финансовую помощь и защищала так путь в Индию. Победы России и Гюлистанский мир привели к началу большой игры к противостоянию Англии и России в Азии на Ближнем и Дальнем Востоке. Редактор субтитров А.Семкин